Всем привет! Добро пожаловать на мой проект Пасха! Сегодня мы с вами попробуем сделать необычную подставку под пасхальное яйцо. Яйцо может быть как декоративным, так и частью сервировки пасхального стола. В магазине, где продаете все для дома, я приобрела несколько стеклянных маленьких вазочек для свечек. Также я купила гофрированную бумагу, желательно зеленого цвета, будет у нас как травка. И нарезала ее на такие тоненькие-тоненькие полосочки, такую соломку сделала. И просто утрамбовала ею ее вот в эту вот посудку стеклянную. Далее я взяла обычное куриное яйцо. У меня это будет частью декора дома. Я, может быть, не буду так сервировать свой стол. Тем не менее, я вылила изнутри яйцо, просушила это. У меня там внизу дырочка. И просто фломастером банально покрасила скорлупу. Вы можете покрасить акриловыми красками, если вы не будете это, естественно, есть. Ну и пищевые краски, если вы будете сервировать этим столом. Значит, также нам понадобятся искусственные цветы. Ну, настоящие цветы использовать смысла нет, потому что они очень быстро потеряют презентабельный вид. Поэтому я купила в любых магазинах, где, опять-таки, по декору дома всякие вещи продаются. Можно купить разные вот такие вот цветочки, травку. У меня это был такой общий букет, с которого я просто срезала вот такие вот цветочки. Значит, что мы делаем? Первый наш шаг. У меня была вот таким вот кустиком такая травка. И, взяв горячий клей-пистолет, вот так вот его намажем, и сажаем эту травку прямо. И далее по кругу, тем же клеем-пистолетом, вот так вот будем прилаживать наши веточки с цветочками. Вот так вот у нас получилось. И далее по всему кругу. Вот такая вот красивая у нас с вами конструкция получилась. Для тех, кто делает ее в качестве декора домашнего, я также предлагаю дополнить вот такой вот бабочкой. Такие бабочки магнитика на мне тоже встречаются в разных магазинах. Приклеим кельцо. Наша пасхальная композиция готова. Всем светлой Пасхи!